Всем привет, уважаемые пользователи, подписчики интернет-ресурсов Меганзор.тэшком. Сегодня мы вновь в IT-парке в Казани. Сегодня здесь компания Beeline запускает сеть четвертого поколения LTE. Двугожданное событие и как для оператора, так и для абонентов. Давайте пройдем в зал и узнаем все самое новое и интересное. Без сети после пресс-конференции пригласим вас на то, чтобы вы уже оценили наши сложности, то есть те, которые мы запустили прямо на днях. Кстати, я надеюсь, что все из вас получили газету, которая была посвящена зал и спустя 4G, и также успели сфотографироваться на нашем пресс-моле. Всех вот такая пресс-конференция мы разместим в нашей группе. Итак, предоставляю слово Андрею Малитричу. Мы собрались сегодня по очень интересному поводу, по поводу запуска нашей компании, сетенты и газеты. Наверное, новость не нова на рынке, но я бы сначала хотел поговорить о том, что дает этот наш кинер. И самое главное, чтобы говорить о нас как оператор, это наш кинер. Почему? Да потому что он создает нас как оператора, платит нам зарплату на самом деле. И это должен быть самым уважаемым человеком нашей компании. Что же мы для этого делаем, чтобы наш кинер учить себя просто удобно, и в нашей компании все было предназначено для него. Таким образом, звучит наш новый девиз, наша стратегия, в центре которой, собственно говоря, находится потребность наших клиентов. В настоящий момент мы хотим представить такую сеть, сеть РТИ. И это еще один шаг в улучшении клиентского опыта. Что она, собственно говоря, позволяет? Какие пользовательские форматы она может дать что нового? Это пересылки и просмотры больших парков, видеоконференции на мобильных устройствах, удаленный доступ к специализированным, тяжелым бизнес-приложениям. Конечно же, игроком онлайн, и такой функционал, который сейчас достаточно долго начнет развиваться, это мобильные технологии и автомобили. Это и навигация, и диагностика, и различные функционалы для автомобилей. На следующем слайде вы можете посмотреть сравнение технологии 3G и 4G в пользовательском формате, да, при выполнении каждодневной задачи. Наглядно видно, что для больших тяжелых файлов это уже достаточно серьезное изменение, которое позволяет абонентам не ожидать долгой закачки фифма, загрузки какого-то приложения и так далее. Технологии везде. Технологии, собственно говоря, достаточно новые, и мы считаем, что мы должны следовать неким смарт-функциям, иметь смарт-подход, подход для этой технологии. Во-первых, мы выбираем приоритетную территорию. Там, где развивается бизнес, там, где мы видим, что Россия достаточно серьезная практика. Мы смотрим на, ну, кристетинопрогеновение для устройств, которые поддерживают ЛТИ. Их, к сожалению, еще в России так много, когда они дороже, чем обычные устройства. Ну, и смотрим комплексы на ту территорию, где хотим развивать ЛТИ. Следующее мы запускаем в Казань, следующее – это в октябре мы запускаем на Нижнечене, Зеленодольск. И в следующем году мы планируем запустить Нижненок. При этом тот сегмент, который мы сейчас запускаем в Казань, он тоже увеличивается, расширяется количество базовых станций, будет увеличиваться. На характеристике сети, что, собственно говоря, позволяет просить, в каких диапазонах она работает. Мы работаем на диапазоне нашей лицензии 2600 мегагерди. Пиковая технологическая скорость 74 км. Пользовательские скорости, они, конечно, меняются и делятся между пользователями, если их много, на одной базовой станции. Ну, в среднем у них составляет 20-50 мегабит в секунду. Поставщик оборудования – это компания Nokia. Что мы покрыли в Казань? Мы смотрели на места скопления трафика, там, где абоненты уже пользуются, в технологиях 3G база интернетом. Собственно говоря, там ставили базовые станции, это крупные бизнес-центры, места отдыха. Это интегрированные поселки, как Константиновка, Вознесенская, Сокуры, Санвача. Все, что вокруг Казани, все интегрированные поселки, мы тоже открыли этой сеть. Продолжение следует... Продолжение следует...